Требуются надежные рабочие руки. В Выборге прошла ставшая традиционная районная ярмарка вакансий. В ней приняли участие 25 работодателей, среди которых филиал «Газпрома», «Транснефтпорт Приморск», «Горное управление Возрождения», «Выборский судостроительный завод», «Приборостроитель завод Пирс», «Порт Логистик» и другие, в том числе и предприятия и организации Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Согласно программе мероприятия прошли прямые переговоры с работодателями, консультации специалистов Биржи труда. Посетители ярмарки узнали интересующую информацию о предлагаемых вакансиях, правилах приема на работу, заработной плате и требованиях, предъявляемых к кандидату. Кроме того, все желающие прямо на месте смогли оставить свои резюмы. Мы занимаемся добычей и обработкой камня. Нам очень нужны рабочие специальности, нам нужны и инженерно-технические работники, но в большей степени сейчас, конечно, у нас идет акцент на рабочей специальности. Машинисты буровой, машинисты камнерезной машины. Работа у нас стабильная, так же, как и зарплата стабильная, поэтому мы всех рады видеть. Какая-то профессия и требует квалификации, но если у претендента отсутствует, то мы обучаем за счет предприятия, обучаем, направляем на обучение. Ну и, естественно, присутствует наставничество на предприятии и обучение на месте. Как отмечает директор выборского филиала Центра занятости населения Ленинградской области Маргарита Финогенова, в нашем районе сохраняется невысокий уровень безработицы – 0,23%, что значительно ниже среднеобластных показателей. Но рабочие руки и инженерно-технические специальности по-прежнему в цене. Нам до сих пор в большом количестве требуются водители, слесаря, сборщики, монтажники, электрики. И, кроме того, требуются еще и работники неквалифицированного труда. Если взять по специалистам, то в базе данных большая потребность – это в инженерно-технических работниках. И, конечно, в Выборгском районе большая потребность в медицинских кадрах. Но я думаю, с учетом того, что в Ленинградской области работает программа добровольное переселение соотечественников из-за рубежа, мы эту проблему, конечно, наверное, немножечко, но немножечко хотя бы решим. Потому что едут специалисты с медицинским образованием. В связи с пенсионной реформой в Ленинградской области также особое внимание будет уделяться профессиональной переподготовке тех, кто достигает пенсионного возраста, но желает остаться в строю. В Выборгском районе услуги по профориентации, социальной адаптации и самозанятости уже пользуются популярностью. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование прошли 102 безработных гражданина. Причем из них 6 человек – это пенсионеры, которые стремятся возобновить трудовую деятельность. И 31 мама получила дополнительное профессиональное образование. Я имею в виду мамы, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Служба занятости Ленинградской области предлагает работодателям различные программы и мероприятия. В том числе и возмещение затрат на оборудование рабочего места, части заработной платы и зарплаты наставника при приеме на работу граждан с ограниченными возможностями здоровья. Из областного бюджета компенсируются также затраты на оплату труда по срочным договорам с выпускниками и несовершеннолетними гражданами. Сотрудники выборгского филиала настоятельно советуют тем, кому нужны кадры, почаще обращаться в службу занятости. Редактор субтитров А.Семкин